В рамках ежегодной всероссийской акции «Библионочь-2024» в Центральной библиотеке имени Сергея Есенина состоялась презентация книги волшебных историй для детей «Однажды в Новый год». Издание особенное. Авторы – люди с ограниченными возможностями здоровья. Подробнее расскажем в сюжете. Ребята, сегодня мы будем с вами расписывать пряники, будем с вами сегодня кондитерами. Перед вами лежит глазурь, прянички имбирные, посыпки. Перед началом презентации книги для родителей с особенными детьми подготовили творческие мастер-классы. Пока ребята расписывали пряники, их мамы составляли букеты из фисташек, грецких орехов и декоративной зелени. Мне очень понравилось. Это вообще и моторик пальчиков, даже для взрослых. Ну и вообще очень, как вам сказать, очень восторг сделать. Такое вот сделать, еще, конечно, недоделанное, вот эта вся красота, которая будет. Но мне очень понравилось. Не зря вот пришли, такой праздник. «Библионочь» помогла встретиться с любимыми книгами и, конечно, познакомила с новыми детскими изданиями. К нам обратились руководители местного Люберецкого отделения «Мам особенных детей» с предложением поддержать акцию по продвижению этой книги. И мы с удовольствием на нее откликнулись. Настроение у всех такое жизнерадостное, бодрое, все в предвкушении торжественной части. «Библионочь» Сборник «Однажды в Новый год» состоит из 12 рассказов, написанных непрофессиональными писателями из разных городов России. Авторы историй – талантливые молодые люди с ограниченными возможностями здоровья. Но, тем не менее, они в себе находят силы, мужество, вдохновение черпают, чтобы писать такие сказочные, замечательные истории. И эта книга не только учит добру рассказы, содержащиеся в ней, но и сами авторы учат нас добру, мужеству никогда не сдаваться и находить в себе силы жить в любых обстоятельствах. Экземпляры уникального издания пополнили фонды всех библиотек городского округа Люберцы.